Любое внутреннее помогает заболевание. Можно кипятить, пить. Исцеление всех болезней с помощью религиозных обрядов обещали в секте от Ажалы. Там призывали отказаться от традиционной медицины, но участников воздействовали психологически и люди верили. Оказывала услуги, псевдоуслуги по оздоровлению населения якобы, которая причинила вред здоровью, то есть с применением насилия как физического, так и психологического насилия. То есть это секта, которая оказывала психологическое воздействие на граждан, так называемое зомбирование. А та же Алы, что в переводе означает «дорога предков», официально запрещенная религиозная организация в Казахстане, несколько лет назад развернула свою деятельность в Оренбурге. Под ее влияние попали сотни людей. К слову, адептов в секте подбирали по принципу пирамиды. Каждый новый участник должен был привести своих знакомых, очередных последователей. Финансово существовала группа за счет пожертвований самих людей. После обрядов участники вносили деньги, кто сколько может. Возглавляла Оренбургскую ячейку, по версии следствия, 48-летняя жумага из Кичиганова. Она подбирала так называемых одаренных лиц, которые наделяли правила на исцеление, проведение каких-либо занятий и также осуществляли деятельности, связанные с так называемыми туристическими поездками по святым местам. Эти святые места определяли самой подсудимой и не отвечали требованиям, установленным законодательством. В одной из таких поездок погиб мужчина. Имевшему целый ряд тяжелых заболеваний, просто обязаны были оказать квалифицированную медицинскую помощь. Но вместо этого лечили с помощью и обрядов. Над ним проводились исцеляющие обряды. В результате попал он в реанимацию, но уже было поздно и скончался. Проведение псевдообрядов едва не обернулись гибелью женщины, страдающей сахарным диабетом и двухлетнего ребенка. Потерпевших и их родственников на этой неделе должны были начать допрашивать. Всего по делу проходят 140 свидетелей. Но увидев большое количество журналистов, гособвинитель вдруг заявила ходатайство об удалении из зала суда прессы. Ее поддержали и подсудимая, и потерпевшие. Я тоже против того, чтобы на камеру говорить все это. Потому что это первый раз в моей жизни, и я себя неудобно чувствую. Но законах оснований для удаления прессы суд не нашел. Тогда участники процесса потребовали перерыва, после которого подсудимая, Жумагаски-Чиганова, вдруг резко почувствовала себя плохо и попросила перенести заседание. Дело в том, что если пресса к нам пришла, она и в следующий раз придет. Вот, она всегда приходит. То есть это не связано с тем, что присутствует сегодня у нас такое количество видеокамер. То есть исключительно с вашим состоянием здоровья. Ну хорошо, значит, в данном случае, в общем-то, отказать. А ему, то есть вызываем скорую помощь. Как ни странно, женщина, называвшая себя целительницей, не отказалась от помощи медиков. Врачи скорой помощи диагностировали подозрения на пневмонию. Заседание пришлось отложить до 23 марта. Юлия Гафарова, Дмитрий Примачик. Наше время.